Привет всем из Токио! Вы на бьюти-канале о моде-красоте. И сегодня одна из самых ваших любимых серий видео – шоппинг-влог. Мы с вами отправляемся в бутик. Сейчас я нахожусь в самом шикарном районе Токио – Гинза. Здесь расположены известные бутики всех мировых брендов. Сегодня у нас с вами очень люксовый шоппинг, и мы находимся уже в бутике Шанель. Я, как всегда, буду мерить вещи, показывать вам, что посмотрела, что видела, а вы пишите в комментариях, что вам больше всего понравится. Сегодня я взяла померить три жакета из знаменитой ткани Шанель Твитт – персиково-розового и черного цвета. Еще покажу вам вот такие украшения, сумочки. Итак, первый жакет уже на мне. Он был, по-моему, в двух цветах. Еще желтого цвета, вот такой вот персиковый цвет. На камере он смотрится немного более оранжевым, более персиковым на деле. Чуть больше такой коралловый цвет. Красные пуговицы очень красивые. Укороченный жакет, который, конечно, будет хорошо смотреться не с такими узкими брюками, которые сегодня на мне, а с более широкими или с юбкой, возможно. В этом сезоне было много представлено костюмов из ткани Твитт с мини-юбкой. Силуэты, навеянные модой 80-х, 90-х. Ну, а я сегодня беру только верх. Вот так вот смотрится с сумочкой. Конечно, цвет брюк и сумочки лучше выбрать другой в этом случае. Думаю, что темно-красный, бордовый, хорошо смотрелся бы. Вот такая вот сумочка черная. Это моя сумочка, с которой я сегодня пришла. И давайте посмотрим, что мне принесла консультант. Сегодня мы будем смотреть с вами несколько вариантов сумок. Мешочков, которые затягиваются сверху на шнурок. Дизайны похожи на мини-рюкзачки, которые так модные были несколько лет, а сейчас более модный вариант в виде сумки. Размер жакета, который я примеряла, 38-й. А цена написана в японских йенах, так как я нахожусь в Японии. Можете перевести по курсу. Google вам сразу выдаст цены в любой валюте. Я мерю второй жакет. Посмотрите, какой милейший цвет. Такой красивый, он мне очень идет. Холодный, светло-розовый. Фурнитура здесь тоже более холодного цвета. В предыдущем варианте красные были очень красивые пуговицы. Дизайн жакета выполнен явно в стиле 80-х. К нему также была мини-юбка из такой же ткани. Здесь немного уже другая ткань, другой твит. Сама ткань мне больше понравилась в первом жакете, но здесь вот такой вот нежнейший, очень приятный, свело-розовый цвет. Пишите в комментариях, что из примеренного вам понравится больше. Это жакет номер 2. В нежно-розовом цвете можно комбинировать не только с юбкой, но и, думаю, с широкими белыми брюками. Давайте посмотрим сумочки. Я попросила принести варианты, которые сейчас представлены в бутике, со шнурками, которые затягиваются сверху. Посмотрите, какая интересная модель. Все это дизайн, навеянный модой 90-х. В розовом цвете, но она более широкая по низу. Вот такой еще персиково-коралловый вариант. В розовом цвете вот так вот смотрится. Мне не очень нравится, потому что слишком объемное низ, объемное дно. Если носить на одно плечо, то, в принципе, смотрится нормально, но через плечо не очень. Вот этот вариант белой сумочки, светло-кремовой, наверное, так можно назвать этот цвет. Это точная копия сумочки Шанель конца 90-х. Был точно такой же дизайн. В черном цвете, в белом цвете и размер чуть больше. Но в бутике сейчас нет большего размера. Вот такие здесь затяжки очень красивые, шарики, золотая фурнитура. Получается, это было уже больше 20 лет назад. Самая первая сумочка от Шанель у меня была именно вот в таком дизайне, только в черном цвете. И мне кажется, она была чуть побольше размером. У меня очень странные сейчас ностальгические ощущения, после того, как я увидела, что в Шанель повторили полностью дизайн этой сумки. Давайте посмотрим другие варианты. Тоже очень симпатично. Кажется, все так красиво сделано. Здесь цепочка розового кораллового цвета продернута внутри. В золотом лого Шанель очень красиво смотрится. Приглушенное золото. Вот такая вот модель. Здесь есть короткая ручка. И можно носить на руке. Очень удобно, конечно. Цвет очень приятный. Достаточно яркий, летний, розово-коралловый. А фурнитура выполнена из матового приглушенного золота. Вот этот вариант мне понравился. Наверное, больше всего. Это практически копия рюкзачка от Шанель, только сделанная в виде сумки, которую можно носить через плечо, на плечо. Удобный повседневный вариант. Очень красивые аксессуары. Здесь тоже сочетание белого с золотом. Конечно, всегда шикарный вариант на лето. Размер удачный, не слишком большой, но в то же время в нее много что поместится. Пишите в комментариях, нравятся ли вам такие модели сумок, или вы предпочитаете классику, более жесткую форму. И последний вариант сумочки, тоже похожей модели, в светлом кремовом цвете. Очень интересный дизайн, сделанного в виде сетки из тонких ремешков Шанель. А внутри сумочка мешочек из мягчайшей кожи. Сиси и лого Шанель. Приглушенное золото, тоже используется не слишком желтое. Вот такие вот три варианта в светлом, белом, кремовом цвете мы с вами сегодня посмотрели. И два варианта в розово-коралловом. Небольшие сумочки-мешки, как их еще называют сумочка-кесет. Этот вариант похож на корзину из цепочек. А сейчас по вам еще один жакет черного цвета. Посмотрите, как он худит. Сразу минус 10 килограмм. Очень красивый получается силуэт. Видимо, мне он идеально подходит. Конечно, однобортные жакеты очень стройнят. Вытягивают фигуры. Мне очень нравятся крои, очень красивая ткань. Но она единственное, что блестящая. Конечно, я хотела выбрать именно матовый вариант. Так, чтобы можно было его надеть не только вечером, как нарядный вариант, но и днем. Хотя здесь, в этом варианте жакета, есть еще пояс. И он делает эту модель жакета более casual стиля. Пишите в комментариях, что вы думаете. Вообще, конечно, блестящая еще и черного цвета ткань. Она все-таки навевает больше вечерний выход. Хотя, возможно, сейчас это уже не так. Достаточно много повседневных моделей выполняются из блестящих тканей. Возможно, это только мои такие рассуждения. И с таким поясом-шнурком он смотрится более casual и вполне допустимо носить его днем. У жакета нет шлевок, поэтому можно носить как с поясом, так и без. Очень, конечно, красиво смотрится на фигуре. Мне нравится крой. И с такой же ткани есть еще укороченный жакет. Давайте сниму пояс, посмотрим еще раз, как смотрится без пояса. Я уже померила несколько вариантов жакета Chanel в этом видео и в предыдущих видео. И этот вариант, как я считаю, самого идеального кроя. Сшит как будто на меня. Впечатление, что замерили мои размеры и сшили его по моей фигуре. Все абсолютно идеально. И длина рукава, длина жакета. Это французский 38 размер. Жакет, конечно, очень-очень стройнит. Давайте посмотрим, как с сумочкой будет смотреться. Возьму свою черную сумочку. Идеально, конечно. И мои укороченные черные брюки подходят в комплект. И сумочка, и даже ботинки, в которых я сегодня пришла, тоже хорошо сочетаются с этим жакетом. Ботинки, кстати, тоже от этого же бренда. Chanel показывала во мне и так давно в покупках. В видео о покупках. Померила еще заколочку. Очень красивую. Покажу вам потом ее более подробно. В весенних коллекциях этого года. Очень красивое украшение. Бижутерия. Есть ободки, заколки. Жду ваших комментариев по поводу идеального жакета. Как он вам понравился. Стоит ли мне его купить. Пока я покупать не буду. Подумаю немного. В 38 размере я мерила. Цена, конечно, очень высокая в бренде Chanel. Но Chanel сравняли цены практически во всем мире. Они одинаковые. Пуговица красивые тоже здесь. Мне очень понравился этот жакет без подкладки. То есть он такой более облегченный, летний. Конечно, во Франции цены немного пониже. Да и в туристической поездке можно взять возврат налога. Это 10-12%. Обычно, конечно, если вы приезжаете в Японию туристом, также здесь в магазинах вы сможете взять возврат налога. Tax-free. Показываю вам свой аутфит. Образ дня. Модное сочетание черно-белых цветов. На мне рубашка. Мне она очень нравится. От Мартин Марежелла. Мы с вами вместе покупали. Выбирали в одном из видео шоппинг-влоги. Сумочка черная Chanel. Классическая модель ботинки тоже Chanel. Брюки от марки Teori. Посмотрите, как интересно сейчас в бутиках. Приносят даже специальный конверт для маски. И он тоже с камелией. В примерочной можно убрать маску. Вот такой вот красивый конверт. Я вам показываю еще украшения, которые мне очень понравились. Сочетание черное с золотом и чокер. Сейчас я уже оплачиваю покупки. Жду, пока мне их упакуют. И тем временем видела еще одну сумочку. Миниатюрная сумочка Kesset. Посмотрите, какая прелесть. Черная мягчайшая кожа, расшита с жемчужинками. Ручки достаточно длинные в виде цепочек тонких Chanel. Такая вот красота. По-моему, этот вариант есть еще в белом цвете. Сверху эта модель не затягивается. То есть такая сумочка ведро или как их называют. Она очень маленькая. Коллекция 2021 года лета. 4 500 долларов. Она стоит примерно без налога. В Японии налог 10%. Итак, я уже дома. Давайте вместе распаковывать небольшой пакет. Мои покупки. Смотрите, как упакованы. Интересно. В пакет в Японии всегда упаковывают. Таким образом, если идет на улице дождь. Сверху надевают вот такую прозрачную пленку. Еще дополнительный пакет от дождя. В прошлом видео вам рассказывала белого цвета пакеты. Только в бутике на центральной улице Гинза. И также в Париже, в первом бутике, который открыла Coco Chanel, на улице Rue Cambon 31. Я даже не заметила. Положили мне вот такую вот книгу. Видимо, с классическими сумками-иконами. Давайте посмотрим вместе, полистаем. Классические варианты сумок никогда не выходят из моды. Винтажные варианты тоже очень дорого стоят. Посмотрите, какое количество бутиков Chanel в Японии. В разных городах, только в Токио, я насчитала 12 бутиков. Где продаются обувь, одежда, сумочки, ювелирные украшения и бижутерия. Красивые фотографии с классическими сумочками Chanel. Каталог. У меня есть три варианта классической сумки. Я вам их уже показывала. Черная маленькая, белая и еще бежевого цвета. Большой размер. Мне очень нравятся вот такие вот маленькие. Их можно носить через плечо. Цепочка чуть подлиннее, чем у большой сумки. В этом сезоне было представлено много ярких вариантов. Ярко-розовый, фиолетовый, белое с золотом большого размера. А весной были очень красивые золотого цвета. Так, кстати, я не смогла найти эту сумочку, о котором говорила в прошлом видео. Очень они были красивые. Еще голубой цвет был очень красивый весной. Но такие классические варианты очень быстро распродаются. Практически их поймать невозможно. Нужно было идти сразу в бутик, когда только поступила коллекция в продажу. Тогда можно было купить. Итак, давайте смотреть покупки. Это комплект для сумки. Протирать сумочку и вот такой вот мешочек, которые всегда идут в комплект к сумкам. Но об этом расскажу в следующем видео. А сейчас давайте открывать такие красивые коробочки. Упаковка в Шанель, конечно, всегда праздник. Белоснежные камелии, черно-белые ленты с надписями Шанель. И даже чек убирают в белоснежный конвертик с камелией. У меня при распаковке коробочек от Шанель всегда поднимается настроение и создается ощущение праздника. От других, даже очень дорогих брендов, почему-то такого ощущения нет. Очень мне нравится упаковка Шанель. Итак, что я купила? Первое, это вот такая вот заколочка. Покажу вам поближе. Несколько вариантов было представлено в этом сезоне. Я померила в бутике. И именно этот вариант очень хорошо держит волосы. Она не сползает, легкая. Был другой вариант, чуть побольше размером. Вот она была более тяжелая, и она сползала с волос. То есть ее можно было использовать только в прическе, в убранных волосах. Вот такая вот красота с тончайшими кожаными ремешками, продернутой в золотой основе. И давайте распаковывать вторую коробочку. Она чуть побольше. Кстати, жакет я так и не купила. Пишите обязательно в комментариях, как вам понравились, как вам понравился черный вариант. Я думаю о нем. Цены, конечно, очень высокие, и каждый день не будешь покупать жакет Шанель. И хотелось бы, конечно, найти такой классический идеальный вариант, который можно было использовать несколько лет. Чтобы он идеально сидел, ткань, конечно. И желательно, конечно, чтобы он подходил ко многим образом. Вот такая вот вторая покупка. Посмотрите, как здорово упаковано. Все так красиво в коробочках, в мягчайших кейсах. Конверт со специальными креплениями на кнопочку, чтобы украшение не двигалось. Я выбрала в этот раз украшение на шею. Это чокер. Классическая цепочка Шанель с тонкими продернутыми внутри кожаными ремешками. Основа золотого цвета, но не слишком желтого. Такой цвет шампанское, приглушенный немного. Регулируется длина чокера. Застегивать можно на разном уровне. Название бренда Шанель с маленькими стразами. Заколка и чокер из одной коллекции, одного цвета. Очень хорошо смотрится в комплекте. С блузкой, с рубашкой. Вот такие сегодня у меня были покупочки Шанель. В этом видео мы с вами отправимся еще раз в бутик Шанель. Посмотрим немного другие вещи. Посмотрите, какая красота в Токио. Все цветет. Все в гортензиях разного цвета. Розовые, белые, фиолетовые, синие. Весь Токио в гортензиях. Вот такие огромные кусты. Самый-самый сезон цветения. Вот такой вот еще очень красивый цветок. Подпишите, кто знает, как он называется. Но это явно не гортензия. Ну что, друзья и мои модные подружки. Вчера неплохо мы с вами погуляли. Посмотрели гортензии и бутик Шанель. Мои покупки. Сегодня я хочу еще раз отправиться в магазин. И возьму вас с собой. А сейчас я завтракаю, варю кофе. По традиции уже показываю красивую посуду. Потому что знаю, что вы ее очень-очень любите. Так же, как и я. Это немецкий бренд. Называется Роза Энталь. Вот такая премиальная линейка. Очень красивые чашечки. Вернее, не чашечки, а блюдца. Чашки в этом комплекте обычные, белые. А блюдца с красивым рисунком, с тиснением разного цвета. Перед этим я вам как-то показывала золотые. А сегодня использую такую белую и черный вариант. Эх, последняя капелька никак не хочет капать. Кофе готов. Сегодня на завтрак у меня ягоды. Черника, голубика и йогурт. Сегодня купила с алоэ. В йогурт я всегда добавляю бады, вы знаете. Это клетчатка. Очень полезно для пищеварения. В прошлом видео я вам показывала новый вариант, который начала пить. Но обнаружила, что осталось еще несколько пакетиков от японского бренда Асахи. Слим Ап Слим называется. Это добавка очень хорошая. Как бренд пишет, один пакетик этой добавки равняется двум кочанам съеденного салата. Также здесь содержатся полезные молочнокислые бактерии. Легко он смешивается с йогуртом. Можно добавлять абсолютно в любую еду. Ссылку я вам оставлю внизу под видео. Можно купить с международной доставкой. Из Японии сейчас, правда, не во все страны по-прежнему авиасообщение возобновилось. Так что проверяйте информацию. Япония с Россией, к сожалению, авиадоставки по-прежнему нет. Она не восстановлена. В течение дня пью разные БАДы. Вот такой вот NMN называется. И Q10, коэнзим Q10. Но это чуть позже. Сначала я пью воду и съем немного йогурта. В течение дня пью много воды. Нужно выпивать полтора литра воды. Можно и два в зависимости от веса. Это очень полезно и для тела, и для состояния кожи. Вот такой вот БАД. NMN. Показывала вам его несколько раз, как мне нравится. NMN – это никотинамид мононуклеотид. Найден он был японским профессором в университете Вашингтон. Совмещаю я его с БАДом Q10, коэнзим Q10. Это самое лучшее сочетание. Есть еще в голубой упаковке вариант. Как-то я вам его показывала. В ней NMN уже содержит Q10, коэнзим Q10. Ну, в общем, сегодня долго рассказывать не буду, потому что уже показывала в видео. Оставлю вам ссылку. Кому интересно, посмотрите. Ну, в целом, это препарат для омоложения. Для омоложения всего организма, мозга. Активирует ген долголетия. Борьба со старением всего организма. Очень популярный сейчас в Японии. И, конечно, всегда я пью НАТО КИНАЦИ. Давайте сейчас выпью, потому что я пью обычно всегда с утра. Две штуки в день нужно выпить. Это ферментированные бобы. Дневная доза равняется двум пачкам съеденных бобов НАТО. Это такие ферментированные бобы. Очень популярная еда в Японии. Очень полезная, но невкусная. Имеет своеобразный запах. Поэтому я пью в виде БАДов. Улучшает кровообращение. Делает гладкой кровь. Препятствует образованию тромбов. Добавка, не имеющая аналогов в мире. Очень полезная вещь для всех, у кого хоть немного повышен холестерин. А это витамин С. Самый недорогой, полезный антиоксидант. Вот этот вариант очень хороший. Японская марка называется DHC. Нужно пить по 4 штуки в день, но обязательно разделять на 4 приема. Так как витамин С, он не задерживается в организме. Японские БАДы, витамины, конечно, очень хорошие. Всегда продумывается баланс. Высокие технологии для того, чтобы все полезные вещества проникали в организм. Натуральные компоненты, конечно, органически чистые. Проходят различные проверки. Я вам показываю самые известные бренды. Самые лучшие, популярные в Японии. Сейчас я выпила еще одну добавку. 4 штуки в день нужно пить. От японской медицинской компании Кубаящи Саяку на основе гинкобилоба. Растение для улучшения памяти, кровообращения. Стимулирует работу мозга. Это антиоксидант. А это такие пищевые добавки, которые я пью обычно вечером, способствующие похудению для расщепления жира. Это витамин И. Его лучше пить после приема жирной пищи, после ужина. И ни в коем случае не перебарщивать с дозировкой, потому что он накапливается в организме. Это цинк. Вот, хотел вам показать два вот этих препарата для расщепления жира. Они одинаковые по действию, поэтому нужно выбрать что-то одно. А это пищевая добавка для тех, у кого повышен сахар. Экстракт салации. У меня сахар не повышен, но я в последнее время такая сладкоежка. Вот видите, ля дуре сплошные. На постоянной основе не пью, но иногда, когда ем сладкое, можно во время еды, перед тем, как хочется съесть сладенького, можно выпить такой бат. Способствует похудению, снижает уровень сахара в крови. Давайте покажу вам, как эта добавка выглядит внутри. Вот такие вот таблеточки натурального цвета. Первый раз вам показываю на канале. Показано для профилактики и ранней стадии сахарного диабета. Людям со сбыточным весом. Показываю вам, что еще пью. Иногда гиалуроновую кислоту курсами пропиваю, но сейчас пока не пью. Вот такой вот витамин В. Иногда я пью курсом мультивитамины, но когда я не пью мультивитамины, тогда я употребляю вот так вот отдельно. Витамин В, С, вот такой вот цинк. Улучшает состояние ногтей, волос. Это витамин тоже от Кубая. С, яку бренд очень известный. Это медицинская компания, производящая в Японии различные лекарства, БАДы. Выпью сейчас комплекс витамины В и цинк. Все, утренний прием БАДов и витаминов закончился. Есть у меня разные варианты, но я не все их пью, конечно, одновременно. Например, чеснок очень хорошо для иммунитета. Часто зимой его пью. Это кальций. А это калий. Вот его я пью сейчас постоянно. БАДы можно смешивать и принимать одновременно несколько вариантов. А вот с витаминами нужно быть, конечно, осторожнее. Поэтому, если вы не разбираетесь, просто хотите поддерживать здоровье, так сказать, лучше пейте просто мультивитамины. В японских брендах много разных прекрасных комплексов. Витамины, минералы. Если пить нужную дозировку, вы никогда не переборщите. Сегодня буду делать маникюр, уже такой он не свеженький. И хотела сделать еще маску для рук. Покажу вам тоже. И забыла показать вам еще вот такие вот БАДы, которые я пью тоже не постоянно, а периодически по проблеме. Они выводят жидкость из организма. У меня иногда бывает, особенно летом, глаза отекают, лицо. И в таких случаях пью вот эти вот БАДы. Но нужно пить какой-то один. Это я вам просто показываю два варианта, которые у меня есть. Сразу оба пить не надо. Две штуки в день. Вот такой вот БАД от DHC. Выпью сейчас одну. Это донник. Это лечебная трава. Борется с отеками на ногах в том числе. И вот такая вот еще одна добавка. Покажу вам ее. Но сейчас пить не буду, потому что уже выпила донник. Вот так вот она выглядит. От бренда DHC тоже. Это биодобавка гамма-токуферол. Натурального происхождения. Абсолютно не имеет никаких побочных эффектов. Выводит жидкость, токсины. Очень полезно для организма. А сейчас немного ароматерапии. Я хотела добавить масло в специальную лампу. Вот такое вот название. Эвкалиптус радиата. Это масло очень хорошо помогает при заложенности носа. У меня в последнее время такие проблемы. Даже не знаю, весной особенно было. Возможно цветут какие-то растения. Этот вариант снимает воспаление. Еще для дыхания, для носа хорошо. Очень вот такие вот варианты. Это розмарин. Я вдыхаю прямо из флакона. Можно поставить лампу ароматическую. Еще хороший вариант эфирное масло розового дерева. Итак, поставлю лампу. Наливаю немного воды. Можно смешать несколько вариантов. Можно добавить одно масло. Примерно 7 капель. Вот на такую вот лампу. Включаем мист. Не знаю, видно, во мне тут такая вот струйка идет. Ароматная. Теперь нужно находиться здесь. Подышать минут 10. А вот это вариант эфирного масла. Пронаром бренд. Французский. Очень известный. Я его часто использую. Эфирное масло. Вот так вот по-английски пишется. Это лимонграсс. Я не знаю, как по-русски точно. По-моему, оно так же и называется, да? Это эфирное масло очень хорошо борется с вирусом. Я часто его использую в коридоре, например, включая лампу. Или вот таким вот образом смешиваю с алкоголем. Я вам как-то уже показывала, как это делается. Несколько капель добавляется в алкоголь, потому что масло с водой не смешивается. А с алкоголем как раз соединяется. Можно обрабатывать разные поверхности, например. И аромат приятный, и антивирусное действие. А сейчас я буду делать маску для рук. Хочу вам обязательно показать этот вариант, потому что я попробовала сделать маску. У меня руки были просто шелковые, просто невероятно мягкие. Честно скажу вам, у меня был шок от эффекта. Вообще, эта маска предназначена для лица. Японский известный люксовый бренд, Суку называется. Я вам часто показываю косметику от этой марки. И это массажный крем, маска для лица. Но я решила попробовать ее для рук. Мне так понравился эффект. Кожа стала мягкой, гладкой, напитанной. Но вы сейчас сами все увидите. Эффект, мне кажется, виден прям даже на камере. Смягчается даже кутикула. Вот такие затвердевшие грубые участки кожи. Этот массажный крем, кремовая маска, это один из самых популярных продуктов в этом бренде. И консультанты об этом рассказывают. И в журналах я часто вижу. И японки, особенно пожилые женщины в возрасте, часто вижу, покупают вот этот вот крем, вот эту вот маску. Она используется так. На очищенную кожу лица нужно нанести крем, помассировать хорошо, сделать массаж. Оставить минут на 10. На 5. Можно использовать с утра. Потом удалить излишки ее салфеткой. Либо умыться. Я после этой маски умываюсь. Обычно просто водой, без мыльных средств. Кожа становится очень мягкой. Она преображается. С утра можно использовать даже 2-3 минуты. Немного помассировать лицо и просто смыть ее водой или удалить салфеткой. Особенно зимой для сухой кожи очень рекомендую. Этот вариант массажного крема, по-моему, сейчас обновился. У меня, наверное, старая упаковка. Но новый вариант тоже подобный, похожий. Смотрите, сейчас я маску стерла салфеткой. Я думаю, что даже видно вообще на камере. Посмотрите, какой эффект. А сейчас я помыла руки. Просто водой, без мыла. Так протерла, посмотрите. Ну, что скажете. Конечно, ощущение камера не передает. Потрогав руки, особенно вот такие затвердевшие участки, как будто их и не было. Руки мягкие, мягкие. Вы видите зрительные изменения на экране? Я вижу. Мне кажется, даже кожа стала такой однородной, более светлой, гладкой. Вот такую вот маску я вам хотела показать. И крем для рук еще тоже от бренда Сука. Очень хороший. И аромат у него ненавязчивый. Очень легкие текстуры. Приятная. Тоже хорошо очень смягчает руки. Я использую несколько раз в день. Сейчас после такой шикарной питательной маски, конечно, совсем не обязательно. Покажу вам на всякий случай крем тоже. Приятная нежная текстура. Очень увлажняющий. И впитывается он быстро. Не слишком жирный. Вот такой вот у меня сегодня был дополнительный уход для рук. Сейчас еду в такси и снимаю виды Токио. Сегодня хорошая солнечная погода. Еще не очень жарко. Примерно плюс 25 градусов. В старых японских такси есть еще вот такие вот чехлы из кружева белоснежного цвета. А сейчас видите вот такое вот виниловое покрытие. Чехол отделяет пассажира и водителя. Были установлены практически на всех машинах во время коронавируса. А иногда можно видеть более глобальные из такого плотного пластика. Пластика, как стекло. Их устанавливают для безопасности водителя. Сейчас мы проезжаем район с красивыми очень высотками. Называется Щедуми. Вот такое вот японское такси я сегодня поймала, так сказать, старого образца. Здесь написано «Варианты оплаты». Помимо платежных систем, конечно, кредитные карты, наличные. Привет всем еще раз. Показываю вам свой аутфит. Я уже нахожусь в примерочной Шанель. Со мной сегодня моя любимая маленькая сумочка. Классика Шанель в черном цвете, в джинсах, в широких, в жакете и очень красивые блузки. Это бренд Dolce & Gabbana. Решила посмотреть еще варианты жакетов. Вот такой вот синий и взяла тунику кораллового цвета померить. Яркий, летний, очень жизнерадостный цвет. Цена, правда, не очень радует, как всегда, Шанель. И еще вот такой вот жакет очень мне понравился. Он как раз матового цвета, темно-синего. Итак, жакет уже на мне. Посмотрите. Он, конечно, в отличие от предыдущего черного, который я мерила в другом бутике, более плотный, тяжелый, с подкладкой, очень красивые пуговицы. Мне нравится однобортный вот такой вот вариант. И размер это, кстати, достаточно большой, сороковой. То есть эта модель явно маломерит. Посмотрите, как красиво все сшито, пуговицы красивые. Мне нравится, что они приглушенного цвета и более матовые. Очень хороший жакет, теплый на прохладную погоду. Осенью, весной можно носить. Мне очень нравится вот такой вот жакет. Пишите обязательно в комментариях, какой из жакетов вам больше всего понравился. В первом бутике я примерила три варианта. Персиковый, розовый и черный. И сейчас темно-синий. Сейчас на мне уже туника в ярко-коралловом цвете. Фасон, в принципе, абсолютно обычный. Как видите, он такой достаточно спортивный, простой. С белыми брюками. Летом, конечно, очень симпатично. Пуговица красивая здесь. И отделка еще из другой ткани. В Японии очень много маленьких размеров. Совсем крошечных. 34-36. В моем размере 38 практически ничего не было интересного в этом бутике. Вот такой еще вариант маленькой заколки есть. В этой летней коллекции она поменьше, чем заколочка, которую я купила. И очень хорошо держит волосы. Не тяжелая, а очень симпатичный вариант. И понравились мне еще вот такие вот серги. Посмотрите, какая красота. Бижутерию раскупают очень быстро. В Шанель практически уже ничего найти невозможно. Ну, вот такие вот серги остались здесь. Они, видите, как сделаны красиво, как двойные. Мне очень понравился дизайн. Они крупные, массивные. Но единственное, что мне кажется, что они немного тяжелые. У меня есть из старых коллекций серги массивные Шанель. Они очень тяжелые. И я не могу их носить вообще. А есть еще другой вариант. Они легкие. Поэтому здесь нужно выбирать и смотреть очень внимательно. Эти серги мне показались не слишком тяжелыми, но и нелегкими. В общем, я сомневаюсь в покупке. И на этом я заканчиваю шоппинг. Показываю вам еще раз свой аутфит. На мне опять широкие джинсы. Кроссовки Louis Vuitton. Блузка очень симпатичная. Это бренд Dolce & Gabbana. Черная жакета Alisa & Olivia. И маленькая сумочка черного цвета Шанель. И новую заколочку от Шанель. Сегодня я тоже надела. По-моему, очень симпатично она смотрится. Вот такой вот у меня был захватывающий шоппинг в Шанель. Скоро поступит в продажу новая коллекция. Другие покупки покажу в следующих видео. А сейчас я уже дома. Буду распаковывать новые тарелочки. И готовить вкусный сет к автонунти к чаю. В прошлых видео я вам показывала, что купила такую двухъярусную тарелку. И хотела поменять сами тарелочки. Они здесь просто снимаются. Сейчас у меня стоят вот такие вот хрустальные от Бакара. Купила две новых. Хотела побольше. И в белом цвете выбрала английский бренд ВИЧ. Вот он очень распространен в Японии. Практически продается во всех универмагах. Посмотрите, какая красота. С выпуклым рисунком, с тиснением земляника. Есть такой рисунок в цветном варианте. Я вам как-то показывала. У меня такие чашечки есть. А это белоснежные тарелки с выпуклым рисунком. Их можно использовать, кстати, даже в микроволновке, в посудомоечной машине мыть. Прекрасный, удобный вариант для повседневного использования. Я попробую. Может быть, потом куплю еще несколько штук. Вот такие вот здесь наклейки. Ой, хорошо, что быстро снимаются. Наверное, в Японии сделаны. Написано, что производство Индонезия. Потому что в Японии очень хорошие наклейки. Они снимаются одним движением. А европейские наклейки, их приходится сдирать и мыть несколько раз посуду. Вымачивать и в воде, или использовать какие-то средства. В Японии в этом плане все очень удобно. Все очень качественно и продуманно. Я начинаю готовить сэндвичи. Сегодня сыром, с ветчиной, помидор добавлю. Нарезаю сыр вот такой вот с белой плесенью. Такой сырок еще вкусный есть с медом. И посыпав изюмом, я очень люблю. Но сегодня сэндвич. Выкладываю сыр. Сверху нарезанный кружочками помидор. Поливаю немного оливковым маслом. Соль. Можно добавить базилик. Я добавила прованские травы. Это не то, что специальный какой-то рецепт. Потому что сэндвичи можно делать с чем угодно, как вам нравится. Использую для любых абсолютно продуктов. Хорошо сочетаемые. Сегодня у меня вот такое вот настроение. И в холодильнике были вот такие вкусняшки. Сверху я положила ветчину. Чашечки сегодня опять с сакурой. Неизвестного японского бренда. К сожалению, не могу понять, что это за марка. Зелень я помыла. И вот таким образом хорошо сминаю, чтобы она стала более мягкая. И промакиваю салфеткой. Сверху немного добавлю майонез. И наш с вами вкуснейший сэндвич готов. Осталось только отрезать корочки. И разрежу сегодня на 4 части. Для чаепития, для автономти принято делать небольшого размера сэндвичи. Я очень люблю всяческие бутерброды. Если бы я не пила, наверное, японские бады, мне кажется, я бы весила уже намного больше. Потому что поесть я очень люблю и много сладкого сейчас ем. Раньше я сладкое вообще не ела. Была на вечной диете. Поправилась, конечно, немного, но не так сильно. В общем, вот такие вот сэндвичи получились очень вкусные. Здесь, конечно, больше начинки, чем хлеба. И еще в такой вариант можно было добавить сухие помидоры. Купила я скон. Сконы – это вот такая вот традиционная английская выпечка. Едят ее с джемом и специальным кремом. От разных марок можно найти в магазине. Вот такое название у него – Clotted Cream. Хотела сама испечь сконы. Они пекутся очень легко, очень легко делаются. Но в Японии такие булочные. Здесь такой выбор шикарный. Выпечки, хлеба. Недавно в универмаге даже увидела отдельный такой конер, отдел, где продавались только сконы с разным ароматом, наполнением и джемом, и кремом к ним. Ну, в общем, я решила, что нет смысла тратить время и заниматься выпечкой. Может быть, потом, когда будет настроение. Вот такая вот красивая тарелочка сегодня получилась. Обычно на первый и на нижний ярус кладут сэндвичи. На второй ярус – это традиционная выпечка сконы. И третий верхний ярус, которого у меня нет, используют для десертов. Пишите в комментариях, кто любит выпечку сконы. Она сама по себе, на мой лично вкус, не очень вкусная. Но именно с кремом и с джемом получается очень-очень вкусно. С чаем, крем и джем. Джем можно использовать любой, но самый классический вариант, наверное, клубничный. Мне нравится вот такое варенье из апельсинов. Это какой-то японский бренд. И я была приятно удивлена, что оно не слишком сладкое, потому что покупное варенье, джемы, они всегда такие сладкие. Ну вот, получилась вот такая вкуснота сконы с джемом и кремом. Надеюсь, вам видео понравилось. Пишите обязательно комментарии. Ну а я пойду пить чай. Увидимся через неделю.